Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться с тем, что вы нам написали. Вчера у меня разрушились отношения с подругами. Это пишите вы. Вы знаете, ну, вот вы сами попробуйте перечитать свое сообщение. Вчера у меня разрушились отношения с подругами. Вчера разрушились. Что это за отношения с подругами у вас такие были, что они могли разрушиться из-за того, что вы не позвонили случайно, да, как-то о чем-то не вспомнили случайно тоже и так далее. То есть, что это за отношения с подругами у вас такие странные, что один случай мог их разрушить. Далее, друзьям были 77 месяцев, были моменты ссор, но мы их разрешали и общались хорошо. Вы знаете, ну, сказать по правде, 7 месяцев дружбы это не так много, как могло бы быть для именно дружеских отношений. Таких хороших, таких прям вот проверенных и так далее. И у меня здесь только к вам вопрос. Вы считаете, что за 7 месяцев дружбы можно вообще называть человека другом? Достаточно ли это для вас? Вот. Значит, были моменты ссор. По поводу чего ссорили? Как разрешали? Значит, с помощью чего разрешали? Далее. Значит, вчера в Петербурге произошел теракт, я сидя дома и знаю, что они могут оказаться в метро, я не позвонила. Ну, знаете как, если вы не позвонили им, то это значит, что они для вас не столь важны, получается. А если вы им не позвонили, значит, что они вам не так дороги. У вас были более важные дела. Вот и все. Я позвонил семье на ней. Ну, правильно, вы позвонили тому, что для вас дорог, действительно. И только в конце дня вспомнила о них, но к тому времени они ведь со мной не хотели общаться и добавили все в сетях в черный список из-за того, что я о них не подумал. Ну, люди определенно ждали от вас несколько иного поведения, несколько другого поведения. Люди хотели или считали, точнее, что вы должны им звонить, потому что вы, вероятно, так себя поставили. Вот, что вы первая шли на контакт, первая, может быть, мирились и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но, в действительности, этот случай просто расставил приоритет. И эти приоритеты, они оказались неожиданными для вас и не понравились им. Ну, это нормальная, в общем-то, реакция. Мне кажется, я просто не умею дружить, а вот это уже принижение в себя к сыне, это уже необоснованное, причем, принижение в себя. И то, что вы считаете, что не умеете дружить, это, на мой взгляд, очень интересное высказывание, потому что вопрос такой. А кто умеет дружить? И что вообще нужно, чтобы уметь дружить, ну, по-вашему, что необходимо для этого? Какой идеал, скажем так, дружбы для вас? Далее. Теперь боюсь появляться на работе, появляться на учебе и столкнуться с тотальным игнором и быть одной. Так, ну, во-первых, тотальный игнор, это вообще, от кого? От кого должен исходить тотальный игнор? Почему должен исходить тотальный игнор? Ну, не позвонили вы там своим подругам. А другие-то люди, почему должны вас игнорировать? И они-то с вами в дружеских отношениях не состоят. Почему вы считаете, что, собственно, они должны вас игнорировать? Над чем обусловлена ваша позиция? Далее, вы говорите, я боюсь появляться на учебе и быть одной. Вы боитесь одиночества? И тогда это одна проблема. Вы боитесь игнорирования? Тогда это другая проблема. Вы знаете, при одиночестве, при страхе одиночества, у нас есть некоторые проблемы с самодостаточностью. Ага, это самодостаточность иными. Словами выражено, ну, не четко, не ясно и вследствие этого у вас страх остался одной. То есть здесь нужно работать именно над развитием вот этой вот самодостаточности, личного пространства и так далее. То есть вот, что составляет ваше личное пространство? Что во мной для самой, для себя, например, чем, скажем, грозит по вашему одиночеству? Чем оно так страшно для вас? То есть вот это тоже очень важно. Если вы боитесь игнорирования, то здесь мне представляется такая ситуация, что игнорирование для вас это как бы выражение, выражение отношения к вам. То есть вот люди через игнорирование выражают к вам определенные отношения. Вам это, ну, неприятно может быть, вам это не нравится может быть и вы переживаете по поводу того, что это может быть связано именно с вами. То есть вы как бы вот опасаетесь, опасаетесь вы того, что это может быть именно вот из-за того, что вы такая. В действительности, игнорирование почти всегда это признак именно проблем определенных у людей, а не у вас. И если люди вас игнорируют, то я полагаю, что это проблемы их. Вам нужно только здесь определить для себя, что именно для вас нежелательно, что именно вам самой причиняет боль, что именно вам самой причиняет дискомфорт. и подумать над тем, как вы можете стать независимой от этого. Вот, я думаю, так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, буду рад помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...